Проблема бесплодного брака в последнее время приобрела не только медицинские, но и социально-экономическое, и даже демографическое значение. Это целый комплекс медицинских, социальных, экономических и морально-этических проблем. Из тысячи женщин детородного возраста каждая третья не может стать матерью. При этом нередко бесплодие становится причиной тяжелых нервно-психических расстройств и распада семьи. Да, в России частота бесплодного брака в среднем по стране превышает 15% и имеет тенденцию к увеличению. Между тем, по данным ВОЗ, показатель 15% и выше является критическим уровнем для демографической ситуации в стране. И вот именно поэтому проблеме лечения бесплодия и программам вспомогательных репродуктивных технологий, которые в мире считаются наиболее эффективными, уделяется все больше внимания на уровне государства. Это специализированный вид медицинской помощи. Все процедуры очень сложны и как с точки зрения воздействия на женский организм, так и с точки зрения дорогостоящих медикаментов и расходных средств, которые, кстати, не производятся в России. Для жителей Хабаровского края данный вид медицинской помощи осуществляется в отделении вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра с 2006 года. Именно тогда впервые в нашем регионе были внедрены программы экстракорпорального оплодотворения. С каждым годом программы ЭКО совершенствовались. Увеличивалась и доступность этих видов помощи. Если в 2006 году в год в крае проводилось 50 процедур ЭКО, то в прошлом году более полутора тысяч. А с 2013 года процедура ЭКО оплачивается за счет средств ОМС. Тему продолжим с нашим гостем в студии Юрий Бердаков, главный врач Краевого перинатального центра. Юрий Николаевич, доброе утро. Мы сейчас говорили, что бесплодный брак 15 процентов, показатель по стране. Как с этим обстоят дела у нас в Хабаровском крае? Больше, меньше, может быть так же? Мы не лучше и не хуже. Мы такие же, и востребованность этой процедуры всегда высока. Если сравнивать с прошлым годом, например, то какая тенденция? К росту или сокращению? Цифры примерно одинаковые. Потому что в этом году были подкошены пандемией коронавируса, и на полтора месяца нам пришлось свою деятельность приостановить. Сейчас мы активно нагоняем, и наше население очень в этом заинтересовано. А сколько часто к вам обращаются на такие пары? Потому что ведь зачастую нужно хотя бы понять, что есть действительно проблемы, потому что ведь там целый спектр еще исследований идет. Ну вот, как вы уже рассказали по поводу того числа, которые, процедур мы делаем, но можно сказать, что у нас эффективность 35-36 процентов. Это хорошо. Если сравнить, это считается так, как во всем мире. Если сравнивать с другими регионами России, например, на 10 тысяч населения показатель в России 5,5, в Москве 5,7, а у нас 9,7. То есть при нашем населении в миллион 300 в Хабаровском крае у нас вот такой довольно хороший показатель. И за последние 4 года количество детей, рожденных после вспомогательных репродуктивных технологий, выросло с 1 до 3 процентов. То есть среди всех родившихся детей. А вообще с чем связан такой высокий показатель бесплодия в стране? Это наш образ жизни или экология, или что это? Ну, это тема для отдельной передачи. Поскольку население здоровее не становится, вы сегодня про это только что рассказывали. Вот, все это отражается и на репродуктивной функции. Вот мы сказали о том, что в том числе ЭКО, возможно, по программе обязательного медицинского страхования, то есть пациенты не платят за это, но они не платят только за эту услугу или за весь спектр. То есть человек обращается от самого начала и до непосредственно рождения ребенка. Он обслуживается за счет средств обязательного медицинского страхования? Здесь хочется сделать акцент, что не в том числе, а в первую очередь. Потому что вот в прошлом году мы сделали немножко больше полутора тысяч процедур. Из них более 1300 за счет средств обязательного медицинского страхования. Причем, что характерно для Хабаровского края, у нас бесплатно и обследование, и сама процедура. Причем у нас, у самых первых, стала бесплатной криозаморозка. А это такой более позитивный метод, потому что его можно делать чаще, без гормональной стимуляции, а эффективность его выше. Расскажите об этом методе. Когда после стимуляции у женщины получается несколько яйцеклеток, они оплодотворяются, получается несколько эмбрионов. Их можно заморозить. А потом без гормональной стимуляции можно этой же женщине создать новую беременность. И эффективность выше. И если рекомендуется со стимуляцией делать не более двух процедур в год, то с криозаморозкой можно даже 3-4. Юрий Николаевич, ну вот если говорить простым языком, не вдаваться в медицинские подробности, то вот можно перечислить, какие процедуры вообще бывают? Я так понимаю, что кроме ЭКО же еще существуют разные процедуры? Да, существуют. Есть экстракорпоральное оплодотворение. Далее есть различные технологии, которые позволяют внести генетический материал в яйцеклетку. Есть донорство яйцеклеток, сперматозоидов, заморозка, разморозка яйцеклеток, сперматозоидов, заморозка, разморозка эмбрионов, суррогатное материнство. Если вкратце, то так. Вот вы сказали, что сейчас около полутора тысяч процедур ЭКО делается в год до вами. Насколько велика очередь на эту процедуру? То есть можно сказать о том, что спрос достаточно велик, но от начала до конца какое количество времени может пройти? Ну если сравнить, как было раньше, раньше было и 3 тысячи, и полторы тысячи семейных пар. На теперешний момент их немного более 500. В начале прошлого года у нас очередь была немножко более 100. Но вот здесь мы уже говорили, какие факторы на это повлияли. Но я думаю, что мы эту ситуацию выровняем, и наше население не будет знать препон. А долго ждать вообще наступления именно твоей очереди? С момента обращения до вступления в программу полгода. Но это достаточно быстрые сроки, если сравнивать с общероссийскими показателями? Ну на самом деле это весьма недолго, потому что вы же поймите, что в принципе вот эта процедура, она людьми все-таки планируется. Потому что мы иногда звоним и приглашаем, а они говорят, а в наши планы сейчас это не входит. А кто-то наоборот, это вот к слову сколько занимает, недавно вступил, а его позвали, а он пришел и делают. То есть вот так. У кого какие планы? Юрий Николаевич, давайте еще раз напомним, насколько больше стало обращений, насколько больше стало процедур ЭКО, если сравнивать с предыдущими годами? Ну если с самым началом сравнивать, то в 26 раз выросло количество. Мы только по системе ОМС делаем сейчас более 1300. Это с 2006, если сравнивать? Конечно, да. Ну вот у нас сейчас, кстати, есть цифры на экране, можно посмотреть статистику. А обращаться могут, соответственно, только жители Хабаровского края или других регионов Дальневосточного федерального округа? Точно так же, как по системе ОМС могут обращаться наши граждане, точно так же обращаются и к нам. Юрий Николаевич, большое вам спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, помогли разобраться в этом вопросе. Мы напомним нашим зрителям, что у нас в студии был Юрий Бердаков, главный врач Краевого перинатального центра. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.